Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Динесад. И сегодня будет у нас рассказ про павловнию. А конкретно это, почему я сажаю павловнию в течение всего вегетационного периода. Вот так вот. Громко и длинно. Так, с чего бы начать? Да, расскажу, покажу вот такая павловния. Сегодня 29 июня 2019 года. Вот такая она, красивая, сейчас на данный момент выросла у меня. Это, которая в стаканчиках здесь. Но вернемся к теме нашего видео. Почему я сажаю в течение всего вегетационного периода. Во-первых, павловния, есть такое понятие у павловния, как технический срез. То есть, в первый год павловния формирует корневую систему. То есть, вот она у нее, видите, какая красивая. Здесь уже как горшочек подсох, надо поливать. Вот она сформированная. У нее формируется ствол. И весной, вот если мы сажаем в 2019 году, то, допустим, на будущий год весной будет делаться технический срез. То есть, в этот год она формирует корневую систему. А в следующий год весной мы ее срезаем. То есть, поэтому нам не важно, как она сформируется в течение вегетационного периода, как другие деревья, допустим, вырастет. Ей нужно будет обязательно одревенеть для того, чтобы выйти в зиму и не замерзнуть ствол, чтобы не замерз. Нас эти все вопросы вообще не волнуют. Потому что мы в этом первый год формируем корневую систему. Наша задача сформировать мощную корневую систему. Поэтому обращу внимание всех, кто будет сажать и выращивать в дальнейшем. Кто будет, может быть, мои сеницы покупать, пересаживать. Многие там пишут в комментариях, что, типа, много слишком для нее, да, привилегий вы делаете, слишком крутая земля, да. Но это у кого какие задачи? Моя задача сформировать мощную корневую систему. Для того, чтобы дерево потом в следующие годы дало мощный прирост. Для этого я и специально готовлю землю. Есть видео на канале. Для этого создаю определенные условия. Создаю максимальное количество питательных веществ в земле, чтобы половняя формировалась. Вот такая вот хорошая корневая система. И растение хорошо развивалось. Если, как бы, вам нет таких задач, чтобы вырастить нормальное полноценное дерево. Хотя, я не знаю, для чего это выращивать, в принципе, деревья. То тогда вы можете не заморачиваться с этими вопросами. Она не привилеглива к этому всему. И, в принципе, может расти. Но как она будет расти, это тоже вопрос. Я не знаю. Если же ваша задача стоит вырастить хорошее, крепкое, здоровое дерево, то я пошел по такому пути. Я подготовил землю. Я использую специальные удобрения для посадки. При посадке закладываю на определенный период, на период вегетации вот этого года микро-макроэлементы в виде земли. В принципе, тоже видео есть. Я показывал, как я сажаю аллею павловни. Есть на канале видео, можете посмотреть. Вот. И наша с вами задача сформировать корневую систему. Для этого мы создаем все условия максимально. Это питательный грунт. Это при выращивании рассады хорошая земля для формировки корневой системы. И уже непосредственно создание условий на месте, где она будет формироваться. После этого, сформировав уже хорошую крепкую корневую систему, корни, как мы знаем, хорошо зимуют в принципе в любых условиях, даже если там снежная зима, но в любом случае снег еще утеплит. Поэтому корневая система, она окрепнет, будет очень хорошо развита. И на будущий год она даст нам мощный прирост. Поэтому многие там думают, вот она там, первый год там, может быть, незначительно растет. Сеянцы я подарил, какое-то количество сеянцев своим знакомым, друзьям тоже, чтобы они проверили, попробовали у себя посадить на своих участках. В разных климатических условиях, в разных местах. Встречался, говорят, что маленькие растут. То есть, ну там, я не знаю, может 30-40 сантиметров, они выросли. И типа, ну, как бы, вроде как, думают, ну, вроде как, быстро растущее дерево в то же время как-то медленно растет. Да. Друзья, давайте понимать, что это растение южное. И в наших широтах оно, как бы, новинка для них. И те климатические условия, в которые оно сейчас попадает, для нее это экстремальные климатические условия. Оно в них пока еще не росло и не привыкло. И плюс еще взять еще весну, лето, и я не знаю еще, какая будет осень 2019 года, то я, даже с одной стороны, многие меня не поймут, порадуюсь этой погоде, потому что это очень хорошая закалка для всех растений и деревьев, в том числе. В том числе и для павловни. Потому что вот эти резкие скачки и перепады температур, это растение запоминает эту погоду, запоминает эти условия, в которых она росла. И это уже формирует, ну, как бы, на уровне генома, в памяти растения закладывает вот эти условия. И оно уже, когда будет вырастет большое, да, с потомства, с семена, это уже информация будет там находиться. И оно уже будет, уже приспособлено к этим перепадам температуры, к этим климатическим условиям. И будет, как бы, выработан иммунитет и устойчивость к росту в данной климатической зоне. Почему это хорошо? И почему вот те, кто выращивает вот сейчас такие периоды нестабильности погоды, это здорово. То есть, на генетическом уровне, я считаю, это моя точка зрения, можете меня поправить в комментариях, если у вас свой взгляд на это. Но это даст действительно хорошую закладку информации в будущем для деревьев. Вернемся к теме нашего разговора по высадке в любое, в течение вегетационного периода. Неважно, даже если вы посадите, допустим, в конце августа или уже осенью, в любом случае она даст какой-то корневой прирост. Да, она даст меньше корневой прирост, нежели если вы посадили там ее в начале весны или в конце лета или в середине лета. Да, но все равно в любом случае это лучше, чем если вы просто будете сажать когда-то. Поэтому я буду стараться, конечно, высадить, чтобы сформировать корневую систему, все, которые у меня есть, которые, возможно, будут высаживать, высадить до середины, максимум конца июля. Чтобы, я предполагаю, что погода будет теплой, чтобы хотя бы август, сентябрь, октябрь и хотя бы еще вот половину ноября, там до первых заморозков, может быть, в начале ноября, чтобы хотя бы вот эти три месяца она поросла и сформировала корневую систему. В принципе, то же самое вы можете сделать и вы. И сейчас еще время есть. Даже те, кто, допустим, еще думает или может быть думает, что поздно еще сажать, я считаю, что не поздно. И в принципе, вы можете даже вот такие сеянцы посадить. Пускай они вырастут у вас небольшие, пускай они вырастут там 60-70 сантиметров, может быть, вырастут до метра, все зависит от погоды, какая будет погода. И место, где вы будете сажать, раз. И во-вторых, еще зависит от того, какую питательную землю вы заложите в корневую систему, чтобы она формировалась, развилась комфортно, не испытывая дефицит каких-то элементов, максимально развиваясь. Как бы все зависит от того, какие условия создадите. Поэтому можно сажать, высаживать, сроки я обозначил, в принципе, вот до конца июля, я думаю, что прекрасно можно высаживать. Но это опять же, это моя точка зрения, это мое мнение. Как на практике это будет, мы можем узнать, только попробовав. Может быть, кто-то из вас уже пробовал, сажал в такие поздние сроки. Напишите об этом в комментариях, очень интересно узнать мнение других людей, кто выращивал. Давайте как бы делиться опытом. Это очень интересно. Дерево в новинку для нашего региона. Хотя, в принципе, мне звонили люди, хотели приобрести саженцы, но что-то пока больше не звонили. Человек рассказывал, что у его знакомого в Павловском районе, он привез откуда-то, не помню откуда, с Дальнего Востока, что ли он сказал, привез семена, тоже высадил семенами. И сейчас это дерево, ему уже порядка семья, там достаточно хорошо растет и развивается. То есть, я лично этого не видел. Если вы смотрите это видео, и вдруг вы живете где-то поблизости Нижегородской области, или где-то в наших районах, широтах, и у вас растет Павловня, напишите об этом в комментариях, или напишите лично мне об этом. Будет интересно узнать ваш опыт. Возможно, мы как бы встретимся, пообщаемся с ними вместе видео, расскажем об этом другим людям. И я думаю, всем нам будет интересен этот опыт выращивания Павловни в нашем регионе и, может быть, даже севернее. Ну, на этом, я думаю, все. В принципе, что я хотел сказать по этому поводу, затягивать видео не буду. Если вам видео понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии обязательно под видео, что вы думаете по этому поводу. Может, у вас есть своя интересная точка зрения по этому поводу, свой взгляд на данную ситуацию, на то, что я сказал об этом. Пишите комментарии, пишите, не стесняйтесь, пишите любые комментарии. В принципе, каждый имеет право на свое мнение, поэтому можете их выражать. Только без оскорблений и конструктивно по делу. Если будут какие-то там оскорбления и все остальное, это как бы неприемлемо, это не здесь. Это где-то у себя, там, можете здесь. Здесь конкретно конструктивный диалог, без всяких вот этих вот непонятных вещей, которые бывают, рассказывают люди в комментариях. Ну, на этом все. Благодарю за понимание. До встречи на канале. Если вам интересно, подписывайтесь. Буду рад вас видеть на самом канале вновь. Субтитры подогнал «Симон»!